Всем привет, с вами как всегда Избан. Наконец-то у нас вышло новое критецкое обновление. В этом обновлении, просто вдумайтесь, добавили 3 новых яйца. Я вообще думал, и мне кажется другие все думали, что добавят 2 новых яйца, но появилось даже 3. Это очень много за одно обновление. Это наверное самое крупное обновление по яйцам и по этому. Также добавилось у нас 3 новых локации, 1 большой сундук, также обновлен интерфейс. Давайте посмотрим. В трейдах смотрите у нас получается добавили поиск и также немножко проработана текстура. То есть сейчас намного приятнее смотреть, чем было до этого. Здесь у нас по заданиям все то же самое осталось. Их не добавилось. Давайте зайдем в магазин. Тут у нас 3 новых эксклюзивных питомца. В принципе цены как и были раньше, так и остались. Довольно прикольный пэт. Вот мне кажется вот этот самый красивый из всех вот этих двух. Так, по геймпассам у нас новых к сожалению не добавилось. Либо же к счастью не знаю. И в принципе вроде бы все на этом. Так, так же давайте тпхнем сейчас течь в мир и посмотрим что там как выглядит у нас. Но значительно увеличилась у нас четкость изображения. Прям очень сильно это заметно. Вот сейчас я смотрю на пол, как будто я смотрю куда-то в пустоту. Раньше вот такого не было. Так, давайте сразу перейдем к новым яйцам. Три новых яйца у нас добавилось. По ценам в принципе вот это нормально стоит. Идем дальше. Вот это слушайте уже дороговато. Ну и третье конечно. Как вы видите по ценам это очень много, очень дорого. Вот свои 24 миллиарда я копил. Ну плюс-минус где-то 3 или 4 дня фарма. То есть с утра и до вечера. Я стоял и фармил и накопил только 24 миллиарда. То есть очень долго и это стоит, то есть яйца, очень дорого. Сейчас буквально если открывать вот это яйцо, потратится очень много монет. Так, ладно, давайте заценим новые локации. Начнем с лаборатории. Ну слушайте, кстати, достойно выглядит. Круто. Также, кстати, валили вот этот значок. Все думали то, что будет, не знаю, там какой-то, не знаю, там фьюз или так далее. Но оказывается это просто получается на вот эту токсичную бочку был вот этот знак. Конечно, обидно. Было бы круто, если бы он что-то придумал вот с этим значком и сделал, допустим, там какую-нибудь машину. Ну выглядит, еще раз повторюсь, то что довольно красиво. Качественно. Так, следующая локация, ладно, не буду тупыхаться. Это у нас мир, то есть лес какой-то. Давайте посмотрим по названиям. Да, это у нас Аллен Форест. Ну, в принципе, здесь ничего необычного. Только я не понимаю, почему здесь тоже разлиты токсины. Здесь это особо не подходит. А вот деревья, в принципе, довольно прикольно выглядят под неоном цветом. И также, смотрите, здесь табличка Coming Soon. Скорее всего, как я понимаю, здесь будет добавлена какая-нибудь машина, либо же прокачка персонажа. Типа, именно обычная прокачка, потому что ее давно не было. Типа, та прокачка находится у нас на Форест. Может быть, скорее всего, это будет еще одна прокачка для персонажа. Либо же разработчик придумает что-нибудь для питомцев. Ну, в принципе, гадать не будем, но все же интересно, что же здесь будет. И также добавили новый сундук. Давайте посмотрим, сколько у него жизней. 500 триллионов. Это очень много. Сразу скажу, это прям пипец как много. Потому что у прошлого сундука где-то 25 тысяч триллионов. Здесь получается в несколько раз больше. Ну, естественно, и дает он намного больше вам монет, чем прошлый. Так же давайте посмотрим, сколько мне дадут с обычной монетки. Баг до сих пор не пофиксили. Смотрите, насколько я понял, если вы отключили в настройках себя функцию, чтобы петы сразу с одного клика шли на сундук, допустим, чтобы вы несколько раз не тыкали. И вот эта вот функция, как видите, она багуется. Я сейчас не могу направить петов на эту монету. Хотя я нажимаю. И чтобы это сделать, нужно просто снять всех ваших петов. И только после этого их одеть и отправить на вот эту монетку. Так, все мы одели. Отлично, все петы у меня. Шикарно. И давайте посмотрим, сколько нам дадут. 28 тысяч. Ну, что-то мало как-то. Очень мало. Так, давайте сломаем вот этот вот летающий куб. Посмотрим, сколько здесь дадут. Вот здесь почти миллион. Отлично. Ну, все-таки я думаю, выгоднее всего пармить сундук. Стоять на нем. Естественно, юзнуть пусты на тройной урон и тройные монеты. Также давайте затестим питомцев. Просто ради интереса посмотрим. Откроем по несколько яиц и посмотрим их характеристики. Давайте начнем с первого, с самого дешевого. Открываем в обычной версии. И нам выпадает Basic. Окей. Тогда идем дальше. Смотрим, что здесь выпадет. Здесь тоже Basic. Отлично. И надеемся, что здесь тоже выпадет Basic, чтобы сравнить их статистики. Все отлично. Везде Basic выпали. И давайте посмотрим их статистики. Но вот этот пришелец у нас почти схож с характеристиками Рипера. Потом в два раза сильнее почти он вот этого пришельца. И вот этот пришелец тоже почти в два раза сильнее прошлого. Но все-таки я думаю, что выгоднее будет открывать нам вот это яйцо за 110 миллионов. Потому что, смотрите, здесь есть Лего и есть Мифик. А вот в этом яйце только Мифик. В принципе, отличие от Леги и вот этого Эпика небольшое, но Лего будет посильнее. Ну и естественно и дешевле яйцо. То есть вы можете это яйцо открыть три раза, потратить 330 миллионов. А здесь вы сразу тратите их и получаете только одно яйцо. Все-таки я думаю, выгоднее фармить вот именно вот это яйцо. Потому что здесь есть Лего и есть Мифик. Также давайте посмотрим, убрали у нас пушку или нет. Не туда бы чуть-чуть тупыхнулся. Ладно. Да, все, ивент у нас убрали. Также, как вы могли заметить, у нас осталось одно пустое место для нового яйца. Скорее всего, обновление, я думаю, будет где-то через неделю-через две. Добавят новое яйцо. И после этого яйца, скорее всего, добавят новогодний ивент. Что очень интересно. Надеюсь, то, что на этом ивенте статистики томцев будут неплохие. И, естественно, будут очень легко выпадать, как с хэллоуинского ивента, который убрали. И, естественно, после ивента у нас появится, скорее всего, новый мир. То есть уже будет рейт. Круто. Очень круто. Ждем, естественно. И давайте пахнемся. Так, а что не работает? Смотрите, телепорт в локацию, получается, где сундук не работает. Странно. Очень странно. Походу, разработчик туда телепорт забыл добавить. Естественно, минус. Но ничего страшного. В принципе, можем его понять. И, как вы могли заметить, немножко переработаем вид питомцев. Как они смотрятся. Давайте, вот я сниму одного. И мы с вами посмотрим. Так, вот он за мной летит. Он иногда, в моменте, становится вообще каким-то прям другим цветом. Либо же у него вот этот неоновый эффект полностью пропадает. Не знаю, заметили вы до этого или нет. Но что-то он не хочет чему-то. Вот. Сейчас вот было. Надеюсь, вы успели заметить. Если что, можете видео назад промотать. Вот, опять. Короче, получается, у него вот это вот свечение просто на несколько секунд пропадает. Вот. Ну, в принципе, прикольно. До этого такого не было. И также интересно, появится ли в этот раз торговец, у которого скидки 80%. Вот это очень интересно. И если он появится, то сможем мы покупать очень дешево пэтом. То есть, самых сильных пэтов мы с вами можем очень дешево купить. Естественно, очень быстро на этом прокачаться. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Пока.